Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии понедельника. Начинаем новую пятидневку. Сегодня у нас, точнее, эта неделя будет весьма интересной, поскольку мы ожидаем развязки, скорее всего, и греческого противостояния стройка корридоров. Мы ожидаем еще очень серьезную макроэкономическую статистику по доллару, которая обещает нас еще ближе сделать решение по ужесточению монетарной политики и, соответственно, решению по повышению процентной ставки. Традиционное начало. Сегодня это анонс нашего еженедельного вебинара. Сегодня он пройдет, как и всегда, в 16.30 по московскому времени. Соответственно, буду рад вас всех видеть, поскольку нам есть итоги, чего подвести. Прошлая неделя была интересная, фокус внимания был полностью смещен на греческую баталию. Сейчас, поскольку мы приближаемся к логическому завершению, было бы неплохо освежить тот новостной фонд, с которым мы сейчас подошли к этому разрешению и подготовиться к тем или иным движениям. Хотя, если посмотреть на динамику рынка Форекс и на текущие актуальные котировки, рынок уже начинает максимально негативить, поскольку сегодня мы видели открытие с ГЭПом. В течение брифинга также анонсирую, соответственно, наш посыл через кодовое слово. Это дополнительный бонус, который может усилить, скажем, ваши бонусные акции. И это дополнительный бонус к тем, которые действуют в рамках нашей компании. Поэтому внимательно смотрите. Кодовое слово произнесу либо ближе к середине, либо к концу брифинга. Ну что, давайте начинать с российской валюты. Давайте посмотрим на нефть. Текущие актуальные котировки по Brent продолжают указывать в пользу того, что главный энергоресурс российской экономики планомерно снижается к нашему ценовому ориентиру, который мы обозначили в районе 60-61 по Brent. Разумеется, если посмотреть на текущий фундаментальный фонд, понятно, почему нефть сейчас является, в принципе, как и другие рисковые инструменты, одним из ключевых аутсайдеров рынка. Греция уже много негативила по итогам прошлой недели на выходных, поэтому инвесторы сейчас стараются активно выйти из расположения рисковых инструментов. Перекладываются в защитные гауни и убежища. Сейчас, если вы посмотрите параллельно на пару доллар-японская иена, главным защитным активом выступает уже не доллар, а именно японская иена. Доллар интересен тогда, когда ситуация, скажем, накаляется, когда идут на рынке обозначения негативных сценариев, но интерес к доллару начинает слабеть в пользу японской иены тогда, когда ситуация достигает уже своего апогея. И трейдеры, и инвесторы, и все, кто следит за основными финансовыми сообщениями, основным новостным фоном, понимают, что ситуация уже близка к точке кипения, перекладываются уже в более защитные активы, и традиционным является уже японская иена. Что касается нефти, здесь ключевая фундаментальная идея, она остается неизменной. Я думаю, что неизменной она остается уже на протяжении последних нескольких месяцев. Мы делаем явный акцент на расхождении между спросом и предложением. Эта неделя также будет интересна возможными продвижениями в плане иранской ядерной программы. Если, соответственно, на рынке появятся новостные поводы, которые позволят нам сделать ставку на то, что Иран может стать еще одним полноценным игроком в самое ближайшее время через снятие финансово-экономических санкций, значит, к тем совокупным объемам ОПЕК, которые сейчас уже превышают 30 миллионов баррелей в сутки, мы, в принципе, с учетом максимальной возможной производительности Ирана, можем прибавить еще 3-4 миллиона баррелей. Это много на фоне реального контраста переизбытка и на фоне недостаточного спроса со стороны мировой экономики. Поэтому в целом сейчас против нефти играют, наверное, все возможные факторы. Вряд ли мы сможем сейчас найти позитив, но, может быть, если подождем торговую сессию среды, когда увидим обновленные уже прогнозы по запасам нефти США, если они снова снизятся, локальная поддержка, может быть, и будет. Но это, опять же, ожидание. Давайте пока говорить по фактам. На фоне бегства инвесторов от рисковых инструментов, на фоне локального слабления доллара, и, разумеется, на фоне ожидания уже непосредственного давления на нефть со стороны фактора, который влияет напрямую на энергоресурсы, это потенциальные новые игроки. Я предлагаю вам не сворачивать с нашей короткой сделки, которая направлена на ожидание как раз просадки бренда в районе 60-61. Что касается российской валюты, если мы уже сказали, что доллар сейчас несколько теряет свои позиции из-за стремительного роста японской иены, разумеется, ослабление доллара может локально стать причиной, из-за которой пара USD-RAP уйдет ниже 55. Но в целом, если посмотреть на актуальные котировки, мы видим то, что эта пара сейчас торгуется уже выше 55. Мы отмечали тот факт, что как только налоговый период у нас канет в истории, мы снова вернемся к ключевым фундаментальным идеям касательно российского рынка. И здесь опять же нефть, здесь опять же обозначение именно фундаментальной составляющей по российскому рынку и российской экономике здесь одна лишь слабость. Последние прогнозы на прошлой неделе со стороны Всемирного банка снова были обновлены на негативную сторону. И действительно еще пока не ясно, в какой рецессии, в какой просадке закроет 2015 год российская экономика. Но я думаю, что цифры будут очень мрачны. Это, разумеется, сказывается на динамике оттока капитала, сказывается на инфляционных показателях, сказывается на интересах к фондовому рынку и находит свое отражение в динамике рубля. Поскольку локальной поддержки уже практически нет, давайте все-таки возвращаться на энергоресурсы. И поскольку мы сделали ставку на коррекцию, разумеется, также средне-долгосрочно мы ожидаем возможности возвращения пары USDRAP в район 58. То есть мы ждем очередной виток девальвации. Для среднесрочных инвесторов мы, в принципе, с этой инвестиционной идеей так и не сворачивали. Продолжаем придерживаться. Теперь, что касается евро-доллара, открывайте графики. Смотрите, открытие СГЭПа сколько пунктов? Больше 150 пунктов, да, 170, если уж быть совсем точным. Сейчас актуальные котировки примерно в районе 1-10. Я думаю, что нас ожидает чрезмерная волатильность в ближайшие дни. Почему? Потому что Греция по-прежнему остается ключевой темой. Мы знаем то, что греки так и не договорились с тройкой коридоров, с Европейской комиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом. Все было бы хорошо, если бы было еще время. Но времени, наверное, сейчас единственное, чего и нет. Поскольку в эту среду, уже точнее даже после закрытия торговых сессий во вторник, ближе к вечеру вторника, Мы знаем то, что Греция должна исполнить долговое обязательство перед Международным валютным фондом, то есть 30 июня на какую сумму? 1,6 миллиарда евро. И знаем то, что без дополнительной финансовой поддержки со стороны международных институтов им, собственно, не справиться с этим долговым обязательством. Поэтому были такие активные баталии, противостояния, компромиссы взаимные, которые в целом ни к чему не привели. Все это было направлено на то, чтобы добиться договоренности, преодолеть разногласия, выйти на сделку и заключить соглашение о том, что тройка корректоров разблокирует обещанный транш ликвидности на сумму примерно 7,5 миллиардов евро. И, разумеется, эти деньги, как только поступят на счета Греции, они смогли бы полномерно также погасить встречное обязательство долговое перед Международным валютным фондом. Поскольку на соглашение не вышли, и, разумеется, сейчас риски того, что Греция вот уже буквально через несколько дней объявит дефолт, растут. И сейчас уже достигли вероятности или, наверное, такого уровня, с которого уже на позитивный лад сойти уже практически и нельзя. Что произошло интересного по итогам прошлой недели? Если проследить хронологию, не будем, конечно же, вдаваться в подробности, вы знаете то, что на прошлой неделе практически каждый день это состоявшийся саммит, который, к сожалению, ни к чему не привел. Были локальные позитивные ожидания, якобы Греция проявила максимум ответственности, подготовила предложения, которые должны были бы устроить тройку корректоров. После этого высказывалась Еврогруппа, Еврокомиссия, ЕЦБ, Международные валюты фонд, отмечая, что они на самом деле требования не меняли, и ждут того, что Греция согласится на те требования, которые были представлены ранее. После этого снова вещает Греция, отмечая то, что эти условия, которые ставит тройка, абсолютно невыполнимые, нереальные, поскольку в случае их принятия могут спровоцировать самый настоящий политический кризис. Ведь эти меры направлены на возвращение политического и экономического строя Греции к политике жесткой экономии. Этого допускать нельзя, поскольку Сириза одержала победу только потому, что пообещала избирателям, что прежнего экономического строя уже не будет, экономика сможет избавиться от мер жесткой экономии и найти дополнительные базисы для расширения темпов экономического роста и восстановления. Этого не произошло, напротив, страна оказалась в еще более глубокой экономической яме. На этих выходных стороны обменялись массой негатива, взаимного негатива. Тройка кредиторов критиковала Грецию за то, что те отказались от программы финансовой поддержки и сообщили о том, что собираются 5 июля, то есть получается в воскресенье, провести референдум населения, разумеется, по вопросу продолжения финансовой поддержки и может быть членства внутри валютного блока. Что касается позиции Греции, почему они это сделали, они констатировали следующее, что даже если сейчас страна бы пошла на те уступки, которые выдвигались со стороны тройки, это в целом бы ни к чему не привело, потому что тройка требует постоянных отчетов, постоянного анализа, постоянных сводных статистических данных, требует жесткой экономии, что неприемлемо. И греческое правительство в принципе не имеет мандата, полномочий, чтобы принимать подобные требования. Ну и разумеется, греческое правительство не имеет мандата для того, чтобы откладывать и отвергать эти требования, потому что, разумеется, в случае, если соглашения не будет, экономика может столкнуться с еще большими проблемами. Чтобы сгладить все углы, Греция сначала решила провести референдум, узнать мнение народа. И вы прекрасно знаете, что наивысшим критериям истины всегда было, есть и, мне кажется, будет именно мнение народа. Поэтому ждем референдума, ждем позиции населения Крыма, населения Греции. И в целом уже, в принципе, можем говорить о том, что нас ожидает еще несколько активных сессий негатива, потому что уже тройка кредиторов отказалась продлевать программу финансовой поддержки. И, в принципе, уже можно говорить, что программа экстренного кредитования со стороны Европейского Центрального Банка, которая поддерживала греческую банковскую систему на протяжении всей прошлой недели, уже не действует. Что это значит? Это значит то, что греческие банки не получают средства со стороны Европейского Центрального Банка, вынуждены были пойти на самые, наверное, радикальные меры, на которые можно было только пойти сейчас. Вы знаете то, что сейчас суточный лимит снятия, на какой сумме установлено в Греции? 60 евро, да. И банки, в принципе, закрыты до следующего понедельника. Вот он тот самый, что ни на есть, предвестник коллапса греческой банковской системы, что может привести к страшным негативным последствиям и, может быть, последствиям негативным для всей мировой экономики. Поскольку прецедента подобного еще не было, понятно, что инвесторы сейчас гадают, к чему это может, в принципе, привести. Но для нас это предпосылки для активной волатильности и железобетонной ставки на то, что с учетом такого новостного фона нужно продолжать делать ставку на коррекцию рисковых инструментов. Поэтому евро уже, в принципе, показал то, что находится под серьезным давлением. Мы увидели то, что пара скорректировалась через Геопа до уровня 1,1. Но поскольку мы полномерно приближаемся к дате фактического возможного анонса технического дефолта, я думаю, что сегодняшний Геоп – это только начало для полномасштабной коррекции евро-доллара, которая может привести актив в самое ближайшее время в район 1,05. Советую присоединяться к этим сделкам. И, разумеется, до тех пор, пока на рынке не появится существенного фундаментального позитива, хочу предостеречь вас от длинных позиций по евро-доллару и, наверное, по всем рискам инструментов против американского конкурента. Что касается пары доллар-японская иена, давайте сегодня пока закроем глаза на азиатскую сессию, на тот Геоп, который стал отображением слабости доллара, а посмотрим на торговую сессию пятницы. День был закрыт в районе 123 с чем-то, да, посмотрите, пожалуйста, поточнее. Доллар-японская иена. В целом сессия оказалась восстановительной для доллара. Если посмотреть на макроэкономические данные, то в пятницу был опубликован Мичиганский индекс. По факту мы увидели то, что индекс добрался до отметки 96,1, это гораздо лучше прогноза. Еще бы чуть-чуть увидели 11-летний максимум. Поэтому в целом сейчас мы уже получили очень много статистических подтверждений, фактов того, что статистика сейчас располагает к росту американской валюты. Тем более, что на этой неделе нас ожидает самый важный отчет по состоянию американского рынка труда. В среду у нас EDP, Non-Farm Paralels, когда отчет выйдет? В этот раз он выйдет не в пятницу, в этот раз он будет опубликован в четверг, потому что в пятницу США день независимости. И до четверга, я думаю, что трейдеры будут готовиться к возможному, очень неплохому и сильному отчету. И смогут вернуть позиции американца выше, скажем, точнее смогут перекрыть гэп сегодняшней азиатской сессии. И снова направить пару долларов японская иена к уровню 125. Но нужна, конечно же, хорошая статистическая поддержка. Что касается общего новостного фона, то, наверное, за последние несколько недель нельзя выделить какой-то отдельный макроэкономический отчет, который стал бы причиной, из-за которого мы бы отказались от идеи того, что американская экономика в принципе готова к тому, чтобы повысить процентные ставки. Действительно, статистика была хорошая. У нас еще больше аргументов и факторов в пользу того, что нужно с подавляющей частью трейдеров готовиться к этому решению. Оно, в принципе, может произойти уже, быть озвученным в сентябре, ну или, по крайней мере, до конца 2015 года. Но к сделке, к этой инвестиционной длинной сделке по доллару против иены уже сейчас можно присоединяться. Тем более, сегодняшний гэп создал отличные возможности для покупки этого тандема валютных активов по более привлекательным уровням. Поэтому я советую вам обратить на эту инвестиционную идею максимум внимания. И на этой неделе, еще раз повторюсь, у нас будут хорошие предпосылки для динамичного движения и по американскому доллару тоже. Что касается дополнительного негатива для иены в этом тандеме валютных активов, хочу привести вам комментарий сегодняшний со стороны руководства Монетарного банка Японии. В частности, высказался Курада, отметив то, что текущие неопределенности в рамках японской экономики и серьезные экономические проблемы, которые сейчас распространяются по мировой экономике в целом, уже являются предпосылками, вследствие которых Банку Японии приходится смещать фокус ожидания достижения ключевого показателя по инфляции в 2% с середины 2016 года уже на более поздний срок. Поэтому, если инфляция по-прежнему выступает проблема, точнее дефляция, проблема, которую не удается решить, а соответствующие показатели по инфляции как несбыточная мечта, которую пока не удается реализовать, значит, в целом мы по-прежнему ожидаем дополнительных мер экономического стимулирования. И тут, скажем, такой подход возвращает нас к очевидной контрастности между потенциальным ужесточением монетарной политики в США и ожиданием мер экономического смещения со стороны Банка Японии. Вот вам, пожалуйста, еще один такой долгосрочный взгляд на то, что пара доллар-японская иена может показать очень неплохой рост до конца этого года. Но мы ожидаем, в принципе, бычьей динамики и в краткосрочной перспективе. Что касается других активов, в принципе, давайте посмотрим USD-CIF. Мы касались швейцарского франка в прошлый четверг и в пятницу. Здесь наши цели остаются неизменными на фоне ожидания роста доллара. Ожидаем возвращения в район 0.95. Что касается USD-CAD 1.25, как и делали ставку, в принципе, фунт на фоне разгрузки рисковых активов, собственно, как и другие рисковые инструменты, австралийцы и новозеландец, сдает фунты. Разумеется, сейчас, еще раз повторюсь, трейдеры уходят в защитные активы. Поэтому по фунту ждем снова движение ближе к уровню 1.50, потом уже посмотрим на дальнейшие перспективы. Что касается австралийца, то наша с вами цель, разумеется, она пока неизменна, это 0.75. Ясно? И что касается дополнительного бонуса. Сегодня дополнительный бонус к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании, это 5%. А что касается кодового слова, есть желание? Кодовое слово – борода. Поэтому большое спасибо за внимание. Соответственно, ждем вас на нашем вебинаре сегодня в 16.30. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok